Выращивание самого простого из цитрусовых растений. Коломандин, он же цитрофортунелла. Привет всем добрым людям, с вами Елена на своем канале Мой сад воплощения мечты. Лимонарий моя давняя мечта. Я очень хочу выращивать в достаточном для нашей семьи объеме цитрусовые растения. Меня сейчас останавливает только место. Все-таки это достаточно крупные растения. Даже вот цитрофортунелла, вы видите, диаметр кроны. Это растение у меня уже четвертый год. В июне месяце будет 4 года. Было вот таким примерно. Сантиметров 20 был диаметр кроны. Сейчас при всех стрижках и прочем, все равно это достаточно крупное растение. Десяток таких растений это место. И это меня останавливает. Но на самом деле я очень рада, что я начала именно с цитрофортунелла. Это действительно самый простой цитрус для выращивания в комнатных условиях, домашних условиях. И, в общем-то, я могу сказать, что за 4 года я все-таки с ним подружилась. У нас были периоды полного сбрасывания листьев. У нас были периоды жуткого хлороза. В общем, период адаптации после покупки растения тоже был достаточно болезненный. Растение это было куплено в сетевом магазине, в глобусе, если быть точной. И, соответственно, это растение тепличное, оранжерейное. И там уход интенсивный и совершенно другой, не такой, как у нас в домашних условиях. И растения, купленные в сетевых магазинах, конечно же, преодолевают огромный стресс после новоселья, когда мы их приносим домой. И цитрусовые растения не исключение. Конечно, сейчас, уже по прошествии времени, я считаю, что нужно покупать все-таки у коллекционеров, в питомниках. Особенно меня интересует павловский питомник. Там, где выращивают павловские лимоны, уже, я думаю, что там больше 100 лет. Ну, не суть. Давно. Давно. И эти растения адаптированы к нашим условиям. Но, тем не менее, мы подружились. И сегодня я хочу рассказать, в общем-то, что я с ним делаю. Он уже второй год живет в большом объеме. Это 10-литровый горшок. Я только меняю ему землю. Это мы будем делать уже тогда, когда на улице потеплеет, и можно будет уже выносить его в сад. А живет он летом в саду. И там уже можно все эти манипуляции с ним провести. Грунт. Да, начнем с самого главного. С условий. А грунт – это самое важное условие для любого растения. В каком грунте он растет. Покупала специальную землю. В итоге я. Сад чудес. К сожалению, упаковки не осталось. Но это распространенная марка. Сад чудес для цитрусовых. Вот этот грунт плюс биогумус, который я получаю от своих червей. Я подчеркиваю, от своих червей. То есть я знаю, чем я их кормлю. То есть я добавляла. И перлит. Мой любимый разрыхлитель перлит. Грунт. Когда я буду делать весной вот эту пересадку с заменой грунта, я, конечно же, вам покажу эту процедуру. Потому что это важный момент. Плюс микориза. Вот на самом деле все мои проблемы закончились. В большей или меньшей степени. Сейчас он тоже не идеальный. Он не идеальный. Есть местами хлорозец. Есть местами деформация листьев. Все это есть. Все это проявляется. Зима прошла. Зима, в общем-то, благополучна. Без скидывания листвы. Но, тем не менее, какие-то моменты есть. Так вот, все мои проблемы, такие глобальные, закончились с того момента, как я пролила микоризой. По инструкции. Все препараты, которые я вам когда-либо показываю, рассказываю про них, я всегда их использую по инструкции. Так вот, микориза по инструкции. Вот именно в таком пакетике нам помогла. Она есть, в общем-то, много где. Обычно продается. Нередко. Далее. Самая большая неприятность, на мой взгляд, с цитрусовыми растениями, это хлороз. Вот сколько я лопатила и видео смотрела, и статьи читала, и фотографии смотрела. Очень часто, в 80% случаев, растения, которые показывают с гордостью, хлорозные, я уже не говорю про те растения, которые не показывают. То есть вот эта вот жилка на листьях, да, вот рисунок жилок на листьях, очень характерна. Это беда цитрусовых, они выносят много железа из почвы, и поэтому в этом проблема. Я справляюсь с этим хилатными препаратами, ну, непосредственно хилат железа. Это первое, что железный купорос вкупе с лимонной кислотой на 3 литра кипяченой воды, столовая ложка лимонной кислоты, растворили, добавили чайную ложку железного купороса. Получили свой хилат, дешевая сердито, такой оранжевого цвета жидкость получится, который нужно использовать сразу. Но это не все, на самом деле растения очень проглоты, очень-очень. Кальциевая селитра уникальна, считается уникальное удобрение, поскольку кальций в хилатной форме. Что такое хилатная форма? Мы не будем сейчас углубляться в химию, да, нам это не нужно. Важно понимать, что хилатная форма – это форма вещества, которая легко и непринужденно усваивается растением. Поэтому мы все всегда стремимся к хилатным удобрениям. Хилатное удобрение – это вот как раз в кальциевой селитре кальций в хилатной форме. Плюс необходимое количество азота. И нет хлора. Вот что еще важно. Растения семейства рутовых, цитрусовых, как мы привыкли называть их, не переносят хлора. Не переносят хлора. Всегда смотрите, чем бы вы них ни удобряли, смотрите. Главное, чтобы не было хлора в составе. Никаких хлористых калиев, ничего такого ни в коем случае нет. Опять же, лучше не мешать удобрениям. Например, ту же кальциевую селитру лучше моно. Хотя есть рекомендации, что ее можно мешать, но лучше моно. Вот провели удобрение кальциевой селитрой, через недельку удобрите чем-то еще. Также по микроэлементам, кроме железа, бор. Бор очень-очень даже потребляется растением цитрусовым. И я использую барафоску. Барафоску я просто добавляю ее в грунт. Вот на такой 10-литровый горшок ежегодно при замене грунта порядка где-то чайная ложка точно. Суперфосфат рекомендуют использовать, но я его не использую, и поскольку я использую барафоску и комплексные удобрения для цитрусовых, которые содержат фосфор, я суперфосфат не использую. Любят также наши цитрусовые растения и органику. То есть, если у вас есть, я уже говорила, что биогомус я использую, если у вас есть компост, кто-то лесную землю использует, я это не практикую. По разным соображениям, в том числе и соблюдение закона в том числе. То есть, из леса землю выносить нельзя вообще-то. Плюс, как бы непонятно, что это за земля. Мне проще сделать биогомус. Вернее, червям моим проще. А мне взять его. Органика. Так же, навозная жижа. Жижа из куриного помета. Всякие зеленые травяные настои. Все, что мы делаем для своих плодовых растений в саду, то же самое мы можем делать для своих плодовых растений в доме. Ведь это растение плодоносит. И плодоносит достаточно обильно. А значит, очень-очень потребляет питательные вещества. Все это усугубляется тем, что это все в маленьком объеме. Что мы не можем в открытый грунт высадить это растение. Плюс корневая уязвима. То есть, в отличие, например, от тех же фуксий, мы не можем взять лимон, посадить его на лето в грунт, чтобы он окреп, а осенью достать. Я не знаю. Может быть, кто-то так делает и успешно делает. Поделитесь, если вы знаете такой опыт. Я ни разу такого не слышала. Поэтому все это усугубляется вот этой горшечной культурой. И корни, как я сказала, уязвимы. Хотя я знаю также, что некоторые моют даже корни. Но это, наверное, высший пилотаж, когда после таких манипуляций растения прекрасно себя чувствуют. Но если у кого-то получается, то дай бог, это же хорошо, это же здорово. На самом деле, вот все, что связано с корнями, я вот почему и думаю, что микориза нас спасла, потому что именно не тревожатся корни растений. И растения, они же вот чем отличаются рутовые, да, что им обязательно нужен этот симбиоз с микоризой, то есть вот с этими грибами, да, почвенными, полезными. То есть вообще такой симбиоз полезен любому растению. Микориза полезна любому растению. Но есть растения, которые, корни которых сами способны впитывать питательные вещества и влагу. А есть растения, которые в большей или меньшей степени не способны сами это делать. Им нужна обязательно помощь вот этой самой микоризы. И вот рутовые, да, цитрусовые, они к ним и относятся. Так вот горшечная культура тем и опасна, да, что вот это все, во-первых, в ограниченном пространстве. Мы много кормим растения, поскольку хотим, чтобы оно и красивое было, и вкусные плоды были, и достаточно их было. И, возможно, засоление почвы, почвы вот этими всеми удобрениями. То есть возни, конечно, с этими растениями очень много. Я меняю грунт, вот делаю частичную замену грунта два раза в год, а то и три раза в год, последние два года. И считаю, что это вот благотворно сказывается на этом растении. Как вы видите, в целом, да, несмотря на то, что я еще не 100% им довольна, в целом, растения неплохо себя чувствуют и неплохо выглядят. Так что, в общем-то, я уже могу говорить о том, что правильно, а что неправильно в отношении конкретного вида цитрусового, коломандина. Еще раз повторю, самого простого для выращивания считается самой простой. И, поскольку вот я уже заговорила о засолении почвы в горшке и о том, что растение не переносит хлор, то, конечно же, из этого следует вывод, что поливать нужно мягкой водой. Я поливаю дождевой и леталой. Или из аквариума, что, в принципе, то же самое, поскольку в свой аквариум я добавляю воду дождевую и леталую. Так что, вода мягкая, обязательно мягкая. И обязательно с проливом, да, то есть не нужно его заливать, это растение, но пролив... То есть я поднимаю его, ставлю на ведро, поливаю, даю стечь. То есть вот такой прям промываю грунт водой. Ни в коем случае не должно в поддоне застаиваться вода. У меня сейчас поддон, я покажу вам поближе. Поддон, горшок стоит на керамзите, в поддоне керамзит. Это сделано для того, чтобы горшок был приподнятый над этой плошкой, над дном поддона. Чтобы если все-таки какая-то там вода осталась, а иногда она остается, чтобы она стекала именно в поддон и не застаивалась там на дне. И дренаж я не использую внутри горшка. То есть у меня получается керамзит снаружи. То есть дренаж как бы снаружи. То есть достаточно большое дренажное отверстие, а лучше несколько. Между прочим, терракот очень хорош для цитрусовых, особенно такие толстостенные горшки. И, кстати, если размочить этот горшок, да, оставить там на сутки в воде, то обычной дрелью, обычным сверлом можно добавить дренажных отверстий. Это не помешает. Еще какой момент. Про полив. Мягкая вода, я уже сказала. Дренаж снаружи и хорошие дренажные отверстия. И пролив должен быть равномерный. То есть нет такого, что вот, знаете, иногда мы поливаем растения. Очень часто наблюдаю эту картину. Где-то на полке стоит растение, на окне хозяйка тянется или хозяин тянется с леечкой, и где-то сбоку поливает растение. Нет, нужно полностью поливать вот всю поверхность. Это, кстати, и у фуксий тоже такая же история. Полностью мы поливаем, то есть равномерно смачиваем корневой ком. Я использую мох для мульчирования, поскольку у меня и дома сухо, и участок горячий, да, когда вот солнечные дни, все высыхает мгновенно, моментально. Это нехорошо для цитрусовых, поэтому моксфагнум у меня лежит практически всегда на поверхности грунта. Кто-то любит это мульчирование для цитрусовых, кто-то говорит, что нет. Но мне показалось, что это хорошо. У меня еще здесь железки вотнутые, да, то есть они здесь у меня вроде как декоративные железки, но это не только декорации, это старый дедушкин способ, да, вот опять же добавить железо растения от хлороза. Многие из нас знают про консервные банки, которые закапываются под плодовые деревья. У одного блогера я видела просто гвозди втыкаются прямо вот, большие такие ржавые. У меня вот бирочка наша на такой вот палочке железной, и здесь у меня палочка тоже такая вот интересная, декор, и в то же время вот это вот железо для растения. Насколько это действует, трудно сказать, да, достоверно. Ну, используют же, точно вреда не будет. Не симпатично. Бирочка очень хорошо смотрится. Про грунт поговорили, да, про грунт, про дренаж и про полив. Температура. Температура, конечно, было бы идеально, если бы круглый год было бы 20 градусов. Хотя для некоторых цитрусовых положено и некое похолодание такое, снижение температуры на зиму. Каламандин, конечно, в этом смысле не требователен. У меня он живет летом в саду, вы многие видели в моих обзорах, да, садовых, что он летом у меня в саду рядом с беседочкой стоит уже. Местечко ему найдено, и он там уже не первое лето. И зимой на веранде при плюс 15 под лампами. Под лампами он у меня зимует, и поэтому он так неплохо, в общем-то, выглядит. Конечно, лампы это добро, что и говорить. Свет для растений очень-очень важен. Опрыскивание, влажность воздуха, да, чтобы влажность воздуха была достаточной. Сухой воздух цитрусовые растения не очень-то и любят. К тому же цитрусы подвержены, как и многие комнатные растения наши бедненькие, подвержены нападению паутинного клеща. И сухой воздух только способствует этому. Поэтому увлажняем, плюс как бы растение само по себе любит. Любит влажный воздух, ему нравится. Так что спасаемся от клеща и повышаем влажность воздуха, орошаем растения, смываем с него пыль. Все это очень полезно для цитрусовых растений. Плоды вынашивает довольно долго. И это зависит от температуры, от количества света. Это, поскольку прошлое лето было дождливым, зимой он у меня ползимы, кстати, я не сказала, в этом году ползимы он провел в погребе при 8 градусах тепла. И, соответственно, плоды вот эти, которые завязались прошлым летом, только-только сейчас не все даже созрели. То есть у них это очень-очень сильно зависит от температуры. Они не будут портиться, они просто замирают и ждут тепла и света. Это интересный факт. Вы знаете, что еще нравится мне? Что созревший плод может несколько месяцев висеть на растении и как бы вот таким образом естественно сохраняться. Такое хранилище. И декор замечательный, красота, да, прекрасно же. И растение сохраняется, и плод сохраняется, не портится. Я вот все думала, вот если я заведу лимонное дерево и вырастет у меня там несколько лимонов, что же мне сразу нужно их будет сразу съесть или засахаривать? Нет, оказывается, можно совершенно спокойно по мере потребления лимончики эти снимать. Все в порядке. Они вот так вот и будут храниться на дереве. Но все-таки как бы плоды, которые висят на ветках, растения и отягощают веточки. Хоть ветки гибкие, не ломаются от тяжести плодов. Но все-таки сейчас хочется, чтобы все это уже приподнялось. И к тому же я хочу его немножечко подстричь. И сделать ему небольшое нормирование, да. То есть тут где-то завязались плодики. Оно еще продолжает цвести, растение. Это, кстати, его такая особенность, их особенность. Они могут одновременно цвести, иметь завязи на растении, тут же зрелые плоды. Это прекрасно, чудесно, по-моему. Ароматные цветы. И вообще, когда его трогаешь, очень приятно пахнет. Из листочков можно заваривать чаек. Конечно, если бы не обрабатывали пестицидами. То есть надо сроки ожидания, конечно, выдерживать. И еще какой момент хочу сказать. Начала срезать плодики. Вот какая красота. Они меньше мандарина. Вообще, на самом деле, цитрофортунелло это гибрид кунгквата и мандаринового дерева. И, кстати, едят его точно так же, как кунгкват. То есть вместе с кожурой. Яркая, очень такая ядреная мякоть и сладкая кожура. Сочетание обалденное. Очень освежает. Нет ничего вкуснее, собственно, ручно выращенного цитруса, я считаю. Аж гиперсоливация случилась. Так вот, про нормирование урожая. Для цитрофортунелло, возможно, это не так важно, как для лимона, апельсина, где крупные плоды. Обязательно считают листья. На каждый плод должно быть определенное количество листьев. Обязательно вот это нужно в рекомендациях читать. Сколько должно быть листьев на каждый плод. Иначе будет растение очень сильно страдать. Я вот могу сейчас соврать и не хочу этого делать. Но вот так вот примерно на один плод 20 листьев. То есть вот такая вот пропорция должна быть. Но это нужно смотреть обязательно. То есть если вы хотите выращивать цитрусы, то обязательно смотрите, сколько листьев должно быть на один плод. Ну что ж, я подстригла свою цитрофортунелку, свой коломандин. Срезала некоторые кончики листочков. Срезала созревшие плодики. И какое-то количество завязей я убрала. Оставила немного. Но убрала. Почему? Потому что я в общем-то завершу формировку кроны в этом году. Когда вот эти дозреют плоды, я еще его подстригу. Хочется мне все-таки, чтобы он был более компактный. Попробовать, по крайней мере, очень хочется. Смотрите, всего в одном видео не расскажешь. Да, ни про удобрение, ни про режим полива и все такое. Да, это нужно целую серию видео про цитрусы снимать. На самом деле я поставлю под видео ссылку на очень хорошую статью, такую обзорную. Там очень много полезного про цитрусы, про режим кормления. Чем, когда и как. Про как проявляется нехватка или избыток каких-то элементов. То есть обязательно, если хотите выращивать цитрусовые растения, независимо от того, какие. Там про лимон написано. Лимон самый сложный, цитрус считается. Так что почитайте. Там все-все прямо вот четенько-четенько изложено. Я же просто рассказала вам кусочек своего опыта с этим растением. Выращивайте цветы, а также плоды. И будьте счастливы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok